Провинция И совершенно не обращать внимания на какие-то Душевные подвижки И считать себя столичными жителями Это естественно так В то же время в столице и в провинции полно дураков И в столице и в провинции полно умных И действительно интересных людей Так что Такой зал, какой сегодня был Я давно не видел Той же самой столицы Что сказать, что это провинциальная восторженность Нет, в зале сидели умные, интересные люди Я это чувствовал, я это знал Я для них пел Не знаю, с открытой душой И на полной катушке Классно Если бы на страшном суде вам предложили спеть Что вы споете? Ну вы знаете, исходя из личного опыта Не то что на страшном Просто на суде-то Пока еще не довелось побывать Поэтому не знаю, что бы я спел-то А по-моему там же не до песен будет На страшном суде-то Последнее слово не всем дают Я так думаю Расскажите немного о себе Что поделываете Ваши планы Из дерева лобзиком пилю Поделки разные Хорошо Сюда нужно Ну о себе я думаю рассказывать Ну что, как Однажды меня тоже просили рассказать о себе Написать о себе Я написал Типа там родился Там, откуда уехал Туда, где Прожил довольно большой период жизни И впоследствии переехал в город Который до сих пор не стал моим Где до сих пор и Грамотно влачу существование Свободного художника По-моему вот все Более добавить нечего уже Вот, ну действительно Я уже вот 6 лет Грамотно влачу Как сказал в свое время Андрей Кнышев Создатель всего Хребет Грамот Влачу существование свободного художника Ну какое-то сотрудничество с телевидением Сотрудничество с радио Есть какие-то проекты Вот, но в основном занимаюсь тем Что вот пою песни До страшного суда И планы естественно такие же Вот Поеду на Грушинский фестиваль Скоро там Посмотрю как, чего И какие-то уже вот Моменты будут там На осень, зиму Что-нибудь из своих песен Которые вы пели в детстве Хорошо В детстве я помню пел На вступительных экзаменах В детскую музыкальную школу Мне было 6 лет И дети пели там Лихиечки, там зайчики Елочка А я спел Путь далеку нас с тобою Меня сразу приняли К несчастью Так, на горе, на горочках Если можно, спойте песню Песчинки Дни ушедшие Спасибо, что вспомнили эту песню Но я-то ее не вспомню Нет, знаете, действительно Песни, я говорю У них Они как люди Они рождаются Живут какое-то время А потом благополучно Либо оставится в памяти автора Что редко бывает Либо В памяти его друзей и близких Чтобы его не обидеть Просто билеты прислали Жаль с оторванным Входные Чтобы я куда-нибудь сходил Спойте песню про секс-шоп Набисся, что ли? Предугадал желание Вот, Барт всегда немного пророк Будьте здоровы Барт всегда немного пророк Скажите, как вы думаете Мы, Россия, устоим в этом бедламе? Ну, что сказать Вопрос-то Серьезный Знаете, из разряда не берущихся Сравнительно недавно Мы набрали интервью И корреспондент Так вдруг как-то Он так задумался Так прищурил глаз Я затрясся Внутреннее Я понял, что это недоброе Он говорит Леонид, скажите Что по-вашему счастье? И так раз Тут я затрясся уже и внешне Знаете Ну, что сказать Как вы думаете? Устоим или не устоим? А что еще делать? Кроме как? Не устаивать так Больше делать нечего Нет, я сказал Да вы знаете, все Кранты Через неделю Вообще все Ну, разбежали Побежали там Крупу покупать Муку И в леса Собираетесь на Грушинске? Да, собираюсь Ну, пожалуйста Очень просим Заплыв Заплыв Вот заплыв Вышел на первое место Вместе с колокольникой Расскажите об истории Создание песни Создание песни Снимается кино Обидели Это не песня Это опера Если можно Исполнить ее Пожалуйста Ну, не знаю Как насчет Исполнения А если было написано Типа там Ненавижу Но свой заплыв Ну, а и снимается кино Было написано К одной из передач Веселые ребята И Пожалуй, эта опера была Такой вехой своеобразной Потому что Когда идет Одна передача Я там какую-то песню Написал, спел Следующая, вторая Надо что-то новое уже Ну, придумал какой-то там Диалог Третья Опять надо как-то Не знаю Выделяться Что-то там Шляпы надо было получать И вот я стал Писать вот эти оперы И снимается кино В принципе, это была такая Первая опера Которая потом пошла Сейчас где-то вот Сейчас уже семь опер Со свадьбой три Вот Ну, тогда сейчас Во всем объеме Я сейчас вывалю просто на вас Эти три свадьбы Но если первая Я уже так Просто могу, не знаю В три часа ночи Разбуди меня Я ее спою Вторую Так где-то в пол первого Надо разбудить Чтобы я ее спел То третью Лучше не будить вообще Она еще в виде Каких-то Ну, не знаю Для меня таких Ассоциативных набросков Но какое-то настроение Вы там уловите, конечно Итак, свадьба номер один Написана была В благословенном 1978 году Нет, наверное, попозже В 1978 году были написаны Шахматы и Хоккей, да А свадьба попозже была написана Уже Около веселых ребят Вот, ну и там Застойные времена В большинстве С твоим Все мы их помним Хотя и счастливые люди Которые их и не помнят В этой зале И начинает Светлый образ невесты Это я просто так вот Это не создание Сценического образа Это уже образ Сценического образа 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 А что это не того, да, палуботинки ношины, Ну, макушкины, я вот, а волосы где рожены. Секрой. Палуботинками молчим, а причёска билась от того, Что рядом с ним ваш притулилась. Гости. А горько, горько, а всем нам горько. А если горько, то давай. Раз, два, три, четыре. Спасибо, горько. А ну, за это наливай, свидетель. Мы сколько и по саламе, А сколько и где. А, Вовка, он не с нами. А сколько он? Вообще. Работник ЗАГСа. А теперь, кто был в твердости и доблести, Обменяясь в пользу в 19-6-й пробы, Собудили на всех свои радости и горести, Соблюбили друг друга, слава, гроба. А сейчас там какие-то разумения, И угловом, все-таки, по ползнаметам, Проедите пункт номер 35. И напишет на развод заявление. Невеста. Колечко на палец попался, родимый тёща, Кило сухофруктов, миндай и сардин ситрой. Закуску все гости приносят с собой, А что не допили, уносим домой. Горько-горько, а всем нам горько, А поцелуйтесь горячо, А поцелуйтесь, Танька, сколько, А мы за вас нальём ещё. Дедушка-невеста из-под стола. Наверх вы, товарищи, все по местам. Свадьба 2 Свадьба 2 – это уже период перестройки, Борьба со всеми, с нами борьба просто. И в состоянии этой борьбы проходит эта свадьба. Поэтому начинает самый стойкий персонаж, Которому же ничего не страшно в этой жизни, Это тёща. Ну вот и слава богу, расписали, Садитесь гостей, гостюшки, к столу. У батареи сядет баба Валя, А деда Петя сядет на полу. Здесь сядет молодое поколение. Петрович, табаретку двигай, стык. Давай, возьми глафиру на колени. Ну шо, шо, семь пудов, а ты мужик. Невеста, возьмите у соседей стулья в красных, Снимайте обувь, чтоб не пачкать в пол. Ващи, релаж, али сядь в красных, Что только боку можно сесть за стол. Завтра в ночную вернусь через сутки Работы на двадцать четыре часа. Со мной, дорогой, не пройдут эти шутки, Ещё слово скажешь, порву волоса. Тёща, за стол не обессудь, перестройка, На три талона сделали борща. За водку и вчера зашибли кольку, ага. Да так, что даже вызвали врача. Но нам подкинул кое-чё, Петрович. Петрович, где ты дрожьи отхватил, а? Из-под глотки. Ой, я сум. Ты зубок-то не очень двигай, сволочь. Ребята, а убери, тебе нету сил. Чё, чё. А ну и ладно, леши с ним, Вот картошка, вот блины. Перебьёмся и тройным, Лишь бы не было войны. Хух! Йо! Хух! Йо! Вот-то, конечно, мы всё это осознали. Мы виноват в массе во всём. А кремлевые гостей на приглашали. Сидели бы, давились борщом тёщик инерции. А нефиг тут донативы с собою надо приносить. А кому не в радость стол, то пошёл, пошёл, пошёл. Ух! Ух! Гости. А ща будет свадьбу от метелем. А ща всю посуду перебьём. А ну-ка не назад, подарок телек. Это трёхпроцентный выврошенный заём, жених. Да нач, подарить нашу рошаду. А телеку мы сделаем капут. Петрович, убери ты эту лошадь. Давай скорее, Петрович, наших бьют. И спогласируй. О! Ребята, отодвиньте этот трактор. И кто-нибудь неси скорее там крат, а? 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 Да, Коля, отойдёт, примятый фактор, и разберёмся, что тут виноват. Дальше идёт страшная драка. Да я, да, 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 не трожьте платье. Да пу-а-а-а! Да я, да, 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 ты консаса! Да пу-а-а-а-а! Из-под кофты у тёщи выпадает сосуд зелёного стекла. Голос. На, честная. Ну, дела. Тёща роди породила. Не ребёнка, Не зверушку, А бутылочку, Литерушку. А жалко, если, А там вода. Костя, а ну давай её сюда. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. А где мне взять Такую тёщу, Чтоб рожала в бутылик, И чтоб никто не догадался, Чтоб эти бутыли Мои. И чтоб никто... Тёща, ну ладно, Младым пора в постели. Неси тебе нет, Зубы любят счёт. Петрович, убери с дороги телек. Да хлепись от глажки, Старый чёрт. Костя. А зырька-горька, А все равно горько, Жизнь холостяцкая, Прощай. Спокойной ночи, Танька, Сколькой, А мы за вас Охладнём борща. Деда Петя Из-за батареи. Артиллеристы, Сталин дал приказ, Артиллеристы, Зовёт отчизна нас. Из многих тысяч батарей За слёзы Нашхматерей, Орляка, Учится летать. Ча-ча-ча. Вот. Ну, свадьба номер три. Она подразумевает неспешное течение мыслей. Вернее, полное их отсутствие. Ну, представьте, Вокруг накрытого стола Прохаживаются В последнем ожидании гостей Тёща с тестем. Причём, герои те же самые. Что это? Где? В гнезде. Это вот что? Салат. Ага. Застрял в городе. Уже закусывал, гад. Ты у меня смотри. Кать, ну чё ты прям? Зенки свои протри. Уди, а то ща как дам. Что это? Где? В гнезде. А, так. Один акын Играет пилой на гвозде. За тысячу и вот кушает. Так, теперь и так. А баянист где? Кто ж нам теперь споёт? А баянист в гнезде. С прошлых поминок пьёт. Так, теперь и так. Сам будешь гад петь. Да, это поёт ништяк. Ну-ка, отец, ответь. А юрта восемь На цветном бархане А если было Нашим махалей А что берблюд по просьбе Шутиканин Самый симпатичный аулет Боят гости Ух ты, мать честная Вот курица мясная Гречию второе Взрыв заливное Колбаса отличная Да вот шкста личная А вот в капусты Киттикет буженина Как так нет? Как Петрович заглотил? Ну ты чудил и щудил Ну в общем за отца За мать Петровичу Не наливать Тамада Господа Страшная пауза А два кусочка барышка У меня висел на шампуре А я наливал кум из рюмашка О кунду судил кундуре Тамада Господа Петка пока заткните И слегка послушайте сюда Нынче нас собрало Извините Торжество А вовсе не еда А вот сидят Татьям с Николаем Перед ними светлые пути И за них по-первых Выпиваем Выпиваем А не выжираем Не, назад не надо Проглоти А горько-горько А всем нам горько Ты как ведется На Руси Пускай целует Таньку Колька А нам горячее Неси Теща А что ж вы дорогие Хвост Так в еду врубаетесь А вот затрян в горле Хвост И вот так да Намаетесь Тамада Третий раз Гуляем свадьбу Танька Сколько Молодцы А тебе пора ожидать Больше Чтоб не хавал Холубцы Оооо Вот и ладно Вот и славно Мне не в рюмку Мне в стакан Господа Теперь о главном Чтоб вы вместе На века Чтоб любовь была Каками Чтоб с открытой душой А что ж ты Гречу жрешь руками Ой, вот славно А хорошо Жить на Востоке Да, на Восток Америке Странно-родной широкий Уздын-дюн-дюн-дюн-сарабельке Ой, свадебный генерал! Ехал я из Берлина Прямий ком на Кавказ Да сломался шина И закончился шнапс Мы свое откосили В нашей службе кают Вдруг выпьем из России Заради мы дурю всех Эй, давай бутылки открывай На воину, портвейну, штрафную наливай Жених! А я, как десант-урак, Волосаю по лицу рук И кость трещит от нашего масла Невеста! Да ты уж, блин, с десанту Как прыгать, так с серванту Когда нажрался пятого числа Теща! Секрот! А чтобы жить, душа-два-душ Третья жима мужа, ну-ка, грушка Сейчас, чтобы видеть, хоть не тебя Прятный муж, скалкает глаз Командар! На машине! Все нормально! Не жмите! Прошу, установите тишину Эй, кто-нибудь Поближе поднесите Троюродного дядю и жену Дядя Мы это Заходили К сесть-сеньюре Она не может Стало быть Того Но передать спросила Что в натуре И мы вам это Дарим Вот что Вот баночки варенья с чернослива И шлем мотоциклетный на ремне И двадцать пять бутылок из-под пива Сдадите, когда вырастут сыне Ну да, вот это да Я где-то прослезился Подарки эти Надо сохранить Ну, кто еще из тех, что не напился А то уж как-то хочется налить Да, на средних лет И я, ваша тетя Элла Из Стамбова Как трогательно, чудно, озорно Как двадцать лет назад И вот я снова Простите, просто стукнуло в ног Чтобы ваше счастье было постоянно И крепло год от года все сильней И я вам дарю вот эту И кебану А в рюкзаке прекрасный сад ко мне Теща Ум Хоть я давно не девочка И все мне ни по чем Но спасибо тебе, Эллочка За веник с кирпичом Винища ворцвобская Отжара сожрала пол ведра Зараз ты, Тобовская Хоть мне ты и сестра Там она танцует все И где-то из полузакрытой двери С далеким и печальным эхом Доносится Та не как Ольку полюбил И да сразу морду ей набил Чем сильнее гребтя Люболюнками сильнее Морду ей набил Аплодисменты Спасибо Я ожидал Это ваша песня Нам с братишкой Каюк Нет, сестренка же И спокойно Это не моя песня Это Вадима Егорова На горе на горочке Понятно На горе на горочке Вышел на первое место В нашем рейтинге Первая часть записки Просто гениальна Леонид, очень нравится Ваши песни Если бы автор записки Остановился на этом А так далее Очень нравятся ваши песни Под устав от одиночества И емщик Лесни покручили Ну тоже хорошо Спасибо Так Я уже читал И емщика попробую Убедительная просьба Спойте хоккей Я такая Хоккеисты города Что вы здесь делаете Хоккеисты города На льду надо Тренироваться Повышать Спортивную злость Приемщик Хлестни покруче Застоявшихся по ней Запоздалый мой попутчик Потеряется лет садей Разомни мошастых сытых Раскрутит две креста Чтобы упал Под копытом Нашей жизни Немая та Колея Уводит в параван Целена уходит в ночь Не для денег Не для славы Так кому-нибудь Помочь Проскакать По бездорожью Уходя от волчьей стаи Поменять Судьбу острожью На гранитный пьедестал Звяк-позвякнет Колокольчик Жаль, что круглая земля Запоздалый Мой попутчик Под узцы Возьмет коня И опять Скрипят полозья Подгоняя Рысаков И трещат Тиши морозной Облачка Застывших слов И опять Скрипят полозья Подгоняя Рысаков И трещат Тиши морозной Облачка Застывших слов И опять И опять И опять И отец На горе, на горочке Стоит колокол улеметка А с нее по полюшку Лупит пулемет И лежит на полюшке Сапогами к солнышку С растакой-то матерью Наш геройский звук Мы землицу лапаем С куренными пальцами Пули, как воробушки Плещутся в пыли Дмитрия Горохова Да сержанта Мухова Эти вот воробушки Взяли да нашли Тут старшой Крупенников Говорит мне тоненько Чтоб я принял смертушку За честной народ Чтоб на колоколе Захлебнулся кровушкой Растакой, раз эдакий Этот суток Как свои винточки Крепко штык прилаживал За сапог засовывал Старенькие нога Славу третьей степени Да медаль отважную С левой клал сторонушки Глубоко в карман Мне сухарик подали Мне чинарик бросил Мне старшой Крупенников Пляжку опростал И я ее испробовал Вспомнил маму родную Да по полюрованному Быстро побежал А на колоколенке Супен кот занервничал Стал меня выцеливать Чтоб наверняка Да видать, цариночка Моя песчиночка Глаз попало лютому Дернулась руками Я от винтовки вырубил Да упал за камушек Чтоб подумал вражина Будто зацепил Но он, видать, был стрелянный Сразу не поверил мне И пока мне камушку Немного засадил Да велика судьба была Пуля мне оттробовать Сам старшой Крупенников Встал как на парад Сразу с колоколенки Весело чирикая В грудь слетели пташечки Бросили назад Сразу с колоколенки Весело чирикая В грудь слетели пташечки Память неубитая Солнышко Да полюшко Да геройский взвод Рана не зажитая Память неубитая Солнышко Да полюшко Да геройский взвод Солнышко Легкая девушка, орущепищащая, вижащая. Нужно петь к свадьбам про двух тараканов, каким-то портал. Это что тут? Сюжет из веселых ребят, это восторженный корреспондент, иностранцы подбегают. Как вам нравится у нас в России? О, ес, окей, блюдафа, вери гуд. Как в России у нас? Окей, ес, о, хорошо, хорошо. Третий человек такой-то подходит. А вам как у нас в России? Что-то как-то, нет, не очень. Так, ага, на своего попал. Как бы звучала песня, посвященная вашей свадьбе? Ну, это, так сказать, драка. От первого до позднего бокала. Ну, а потом какая-то колыбельная такая. Кровавая колыбельная. Шутка. Подумали, да? Ненавижу, но спойте, пожалуйста, заплыв. Самая гениальная подпись, подпись. Хоккеисты города со злостью. Не могу не откликнуть на эту призывку. Ну, песня была написана еще в те времена, Когда с нашего берега можно было только увидеть Турцию, Но не побывать в ней. Однажды я и кореш мой, Серега, Так войдет сна, хрюкались немного. И чтобы смыть на плынувшее горе, Решили пару раз мокнуться в море. Ландшафт был непростительно суров, И ветер дул. Логично. От наших берегов. Дуэт какой у нас. Подходим к морю, И догладь сдали их. Серега взял в трусы родной земли, Но голосу рассудочному внемля Лыскал назад родную землю. А ветер дул, Оборзивший совсем. Секунду метров восемь, А может и синий. Плывем я кролем, А Серега брасом. Пинаем крабов кистым медуз. И вдруг Серега тихо шепчет басом. Остался позади родной союз. Ахаты, контры, звери, Зазлетят. И нас Серегой, блин, Забыть хотеть. А я кричу, ну не, живым не сдамся. Серега тоже молча не остался. Покрыл их три креста И в две дыры. У них на нас направили стволы, А ветер сволочь дул и шок лишь шей. Серега сразу вспомнил это, Че же он в том, а это. О, них с верстей, во. Хе-хе-хе. Ну, мы от них ушли по дну с песнями, Да разве ж им сравнится, Готов с нами. Но тут возник сугубо личный спор. Что это, Дарданеллы или Босфор? Серега встал, стяною за Босфор. Но тут пролился дождь Тюребских гор. На берег вышли по горзно страны. И день, как у них так видно, Нынче банный. Все носят полотенце на башке. Стамбул прочел Серега на плашке. Ну, что ж, Стамбул почти что Стамбул. Я был в нем, и Сереге он не нов. Идем, глядим, не город, а восторг. А на трусах и новый катанш и торг. Вдруг пилить к нам мадаму по ранже. А нам не лов, и вроде мне гляжет. Серега сразу меткин вроде шон. Но тут ее папаш подошел, Он нам кричал обидные слова. Но это мы не поняли сперва. Когда до нас дошло, что смысл сурок, Серега стал ему промеж рогов. Вокруг толпа изволила расти. А я стоял, считал до девяти. При счете три мужик едва вздохнул. При счете восемь ноги протянул. При счете девять их пришел мельтон. И мы, Серега, ломанулись и вон. Мы плыли, ветер был у нас в трусах. За нами катер гнался два часа. Но нас они не взяли на испуг. Здоров, телевизор, здоровый дух. Мы дома так приятно, черт возьми, Чтобы успели серым до восьми. Писательский город какой-то. Откуда вы берете сюжеты к свадьбам-операм? Все из жизни. Все из личной. Будет ли продолжение? Нет. Нет, нет, нет. Вы знаете, вот... Сейчас задумываю сюжет оперы «Развод». Развод и последующая смерть всех героев, гостей, сокуски, водки и всего. Потому что, значит... Пожалуйста, экскурсию в литературный музей-заповедник. У-у-у. Нет, спасибо, не вспомню сейчас. Этого в рейтинге не было, да. Вратилась, походу, наша рейтинг тоже. Устаем младенца, в огонь тысячи нам. Говорит, хватит, хватит, хватит. Нет, пусть скажет, пусть скажет. Однажды бисектол и бисектриса. Судный день беру на себя. Ну, до судного дня еще далеко. Поэтому бисектриса отложим на садию все раз. О, спасибо за теплые слова. Спойте про хоккей. Болельщики города. Ну, и хоккеисты быстренько ушли тренировать спортивную злость, да. Пришли болельщики на их место, да. Нет. Да в такую жару петь о хоккее, это... О, чувство. Олег Григорьевич Митяев спел вам про футбол. А я спою заряженную песню. Это уже проверено. Песня заряжена. Никуда не денетесь. Выйдите отсюда. Через 32 минуты. Можете засечь. Через 32 минуты вы запоете эту песню. Будете петь ровно два дня. За это время у вас не будет болеть голова. Руки, ноги, мочеиспускательные каналы бьют чисты, как никогда. Камни в кочках с грохотом выйдут. По волне непосоленой, по речной, Пароходик, оплывающий свечной. Как положена труба, над нею дыль. Только дыль слегка не движет, а на дни. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. На песочке, не на сладком, с галечкой. Целовались мы украской с Валечкой. И зажмуривалась робкая луна. И тихонько освещала нам она. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. На листе, не на клюновом, но пустом, Кто-то видит то, что сбудется потом. Кто-то видит, что прошло, да не забыл. С кем-то вместе, с кем-то рядом, С кем-то борося. Зеленое небо, красные облака, А больше краски не было у чудака. Спасибо. Спасибо вам большое. Вы знаете, сегодня вот был один из, ну скажу, немногих, безусловно, Один из немногих вечеров, когда хотелось петь. И пелось с удовольствием. Спасибо. Удачи вам. Самая короткая песня. Сразу пробуждаю, к сидящим в зале не относятся. Ах, какая девушка красивая и стройная, Крама влетела бабочкой и села у окна. Ах, какая бабушка седая и румяная, Играет с внуком петенькой над самым и с тобой. Ах, какой мужчина импозонтый, интересный, Он идет навстречу женщине с цветами на груди. Ах, какие юноши воспитанные, бойкие, Несут кефиры, яблоки, отца не матерят. Ах, какой народ вокруг озывчивый, довежливый, Ну, вот случись хоть что-нибудь, Да, хоть ты лохни, хоть ты тресни, Хоть залейте, кто в земли, никто не подойдет. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. На свете есть разные страны, в них разные люди живут. И разные пьют из стаканов, и разную пищу жуют. Но мы покруче их будем, и это понятные жутки. Ой, родные спокойные люди, послушайте, что расскажу. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Однажды китайские кули решили глотнуть первача. Вы скажете мне, ну и что же? Но вы не рубите с плеча. Как только куля глотнула, коньки отлетели уе... Это хоккеистом, кстати, да? Вот видите, даже в июле в Китае играют в хоккей. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Однажды японцы хотели разбить силикатный кирпич. Потели, но через неделю японцев разбил паралич. Не знали косые ребята, что этот простой булыган Оружие пролетарьятов не только лишь нам по губам. Ха-ха, ха-ха, какая вокруг чепуха. Однажды французский дурилок решил нашу дабу обнять, Но рукой в него не хватило, и сразу сломалась кровать. В больнице вися на резинах, в истерике бился чудак. Кричал, что пусты магазины, а с голоду пухнуть не так. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Однажды шли царец со шведом, приехали в Нижний Тагил. И город рабочий к обеду приезжих уже хранил. Швенцарец со шведом дышали всего восемнадцать минут. Ха-ха, вообще-то у нас на Урале железные люди живут. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Однажды сама коза Ностера приехала издалека. Здесь Ностри настукали в Носери, а козья отшибли рака. Мне нравятся эти разворки На классовом фронте бои. Не надо нам мафии заморских, У нас есть них уж свои. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Неперсональный звучит. Однажды гулял по Ростову Олен Секретилон. И что-то унюхав в столовой, Он вытащил одеколон. Секунду. Флакончик шанели Был выхлебом вместе с борщом. И долго в столовой балдели, И долго просили еще. Ха-ха, ха-ха, плеснили про мой потрохах. Однажды певичка Мадонна Решила у нас концертнуть. Но свистнули все микрофоны И сперли Мадоннину в руть. И всех обложив мыть у камень, Мадонна пустилась в запой. И била себя кулаками Туда, где был номер шестой. Ха-ха, ха-ха, такая вокруг чепуха. Однажды в районе вокзала К Джеймс Бонду наш кореш подсел. Сказал 007, это мало, И вытащил три по 07. Отпушивши долг слоновью, Агент позабыл все дела. Ушел из России с любовью, А также в чем мать родила. Ха-ха, ха-ха, Такая вокруг чепуха. Вообще-то подобные шутки О странностях нынешних дней. Я мог бы рассказывать сутки, Но надо быть в жизни скромней. Спасибо, друзья, за внимание, От радости прям дрожу. У-у-у, до свидания, Ну все, ухожу, ухожу. Ха-ха, ха-ха, ха-ха. Спасибо. Словно хорошего. Давайте еще раз встретимся, ладно? Ну так, когда-нибудь. Хорошо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok